Здравствуйте, вот он пришел, наш долгожданный четверг, вместе с ним пришли обновы, а сегодня у нас лабиринты, с чем я вас всех и поздравляю. Итак, мы отправляемся на первый сверкающий лабиринт. Тут нас ждет такая милая бабулька, она так прям сливается с общим пейзажем, что я ее еле заметила. Дяденька, дяденька, это самый классный торговец, первый. Так, наши две мини-пекарни обязательно, головоломка обязательно, что бы нам еще хотелось, ну, стандартный набор, да, а что прям, да-да-да-да, это контрабандист будет настолько щедр, что чего-нибудь нам еще предоставит. Ну, а пока в путь. Стандартный лабиринт, стандартный, тихо-тихо, ну, не поела, ну, на диете, на ночь вообще вредно, сразу тут, понимаете ли, покупайте, покупайте. Не готова я ничего покупать. И вообще, куда я пошла? Зачем я пошла? Я что, собралась 100% чистить? Ой, честное слово, растерялась, не ожидала, хотя, в принципе, должна была догадываться. У нас лабиринты начались у тех, кто играет в андроид-версию еще вчера. Ну, один раньше, у них обнова прошла в среду. Я так подозревала, что тут тоже будут, я так еще присмотрелась на обнову, так, ничего, так, думаю, второй остров должен быть, по идее, ну, так. А выходит-то нет. Ой, клубки, чьи-то. Ну, я вам хочу сказать, что раз у нас есть клубки, значит, будем вязать носки. Шучу. Ну, фишка в том, дорогие вы мои, что в этот раз повторы не прокатят. В том плане, что если у вас там что-то осталось с прошлого раза, ключик там какой-нибудь или еще чего, ну, не пригодится он, ну, не пригодится ничего. Возможно, пригодится в следующий раз. Потому что в этот раз нас решили удивить. Сегодня у нас красивенькое обновление, красивенькие лабиринты, новенькие. С оригинальными заборчиками и проходиками. Главное, что клубок размотал и по клубку уйдешь и не забудешься. Ну, это я, конечно же, шучу. Ну, фишка в том, что у меня единственное, что хорошо, что у меня вот с прошлого раза осталось и 400. Это значит, что первые подарочки я получу быстрее. И фишка еще другая, что после того, как я оставила ВК в покое, и сейчас я слежу только в одноклассниках, это же представляете, насколько мне легче будет играть. Хотя, в принципе, по большому счету, да, не мешало бы зайти на фейс и расчистить первых четыре. Ну, хотя бы, знаете, для чего? Чтобы забрать вот эти вот мини-пекарни. Там у меня все не так весело, как здесь. Не знаю, я подумаю. Честное слово, подумаю. Главное, понимаете, как? Для того, чтобы играть хорошо, это я знаю точно, по личному опыту, нужно играть в одном месте. Если играешь везде, то не играешь нигде. Потому что везде начал, везде не закончил. И что-то такое получается несуразное. Так, делаем вот так. И быстро-быстро едим. 43, ой, быстро-быстро. Это вот так прям, очень быстро. Ну, для чего быстро? Потому что, чтобы сделать 95, и никому ничего не ставить, самостоятельно убрать. Да. Что-что? Глину лучше собирать. Ну, потому что глина, это всегда хорошо, сами понимаете. Это ресурс. Ресурсы нам всегда нужны. Даже если много соседей, друзей. Ой, кстати, надо подарить подарки. Так, подарки подарены, можно играть дальше. А вас, дорогие мои, прошу, помогите, помогите, кто чем может. Помогите, пожалуйста, к Новому году сделать, округлить сумму подписчиков. Ну, не хватает чуть-чуть. И если вы вот иногда, хотя бы иногда-иногда поделитесь... Ой, интересно даже, что это... Ой, он играется. Поделитесь видео, и кто-нибудь еще добавится и подпишется. Ну, так со временем, так вот, хоп, глядишь и наберу. Там осталось не так много. 200 человек мне не хватает до 7 тысяч. Ну, очень бы хотелось 7 тысяч подписчиков. Так, главное не забыть, что я одно ускорила. Потому что я в конце потом считаю до 15 каждый раз. Типа для того, чтобы понять, все не все открыла. Хоть раз пожадничала, скажем так. Ну, ладно, бывает. Все. Зато забрала. Хотя можно было и не забирать, в принципе. Можно было в конце, когда все закончим, когда откроем там главное, и потом уже и забрать. Ладно, проехали. Я не жадничала, я запасалась. Так. Кстати. Познакомьтесь, познакомьтесь. У меня есть компаньон. Да. Он появился несколько дней назад. Мальчик. Меня, в принципе, 100% все устраивает. Он не сидит, не играет целый день, но в то же время заходит в игру каждый день. Даже был такой день, что я не захотела в игру. Ну, вот просто вот так вот у меня не получилось. Ну, я думаю, что он меня простит. Мы все равно с ним выбили предыдущую обнову. И вместе дошли до лабиринтов. И я вам хочу сказать, что юный, но талантливый клондайкер. Он не стал мне ставить помощь сразу, как увидел лабиринты. Он не побежал ставить лабиринты. Он умно и разумно поставил помощь там, где он играл. Там, где чуть-чуть покрупнее, там, где нестандарт. И это, в принципе, правильно. Потому что, смотрите, лабиринты травы выбить сам можешь. А 78, ну, это как-то так уже не совсем. Ну, это правильное решение. И молодец. Он ставит, вечером ставит. У меня не горит. Главное, что? Что, когда ты играешь, чтобы не сгорала помощь. Потому что очень обидно. Даже если человек не может выбить сам, просто зайди и поставь своему компаньону ой, чтобы он мог повыбивать. Это правильное решение. Никогда не надо стесняться. И если ты не можешь выбить сам, не ставить компаньону помощь. Это глупо. Зашел, поставил и вышел. Это разумно. Не можешь играть? Не играй. Зайди, поставь помощь. Компаньон чувствует себя увереннее, когда он чувствует себя, что он кому-то нужен, что он может кому-то помочь. Как от предыдущего компаньона я взяла на маленьком уровне. Думала, ну, сейчас человеку помогу играть. А он мне как понаставлял травы. Через сутки я его убрала. Думаю, а зачем? Ему помощь не нужна. Зачем я компаньону на таком большом уровне, если у него просто трава, а тут все в порядке. Я не могу ничего сказать, что что-то не так. И вы знаете, не имеет значения, если играет просто человек, ребенок, эрдон, что главное нормально играть. У меня была такая игра, я в нее играла. В родину. Так там у меня ребенок получается. Много чему у меня научил. Мальчик играл и много рассказывал. Много интересного. То, чего я не знала об игре. Хотя я взрослая, а он нет. Это не показатель. Так, ну что, наши лабиринты очень чудесные. Ну, я так хотела показать по-быстрому. Что-то я так немного затянула. Давайте я поставлю немножко на паузу, немножко прочищу, а потом и вернемся. Ну, не будем сегодня делать прям, ну, очень длинное видео. Ну, вот, дошли почти до финала. Ой-ой-ой. Ну, почти не считается, я знаю. Так, вот сейчас тут кусочек тут расчищу, не знаю зачем. И будем смотреть, все ли я сделала, не все ли я сделала. И еще, что можно тут сделать? Уголек хочу. Хочу, и на него уже смотрю. Так, вот так, сорок. Да, котиков я не открыла, я в курсе. Сорок. Тихо-тихо, надо делать быстро теперь раз, два, девяносто три. Ха-ха-ха. Возможно, не хватит. А возможно, и хватит. Так. Ха, я еще не все открыла. смотрите, раз, закрытый. Ладно, давайте тут. С котиками. Они еще под цветом уже должны быть, да? Ну, да. зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, синего нашли. Так. Что теперь? Теперь все, как всегда. Я вижу, раз закрыто, два закрыто. Ну, мы откроем. Но главное, что? Вот хочется мне вот этот уголек, ну, прямо сейчас убрать. Прямо, прямо не могу, как хочется. 150 ударов. Вот, надеемся и верим. Подарочки открываем и ждем. Насыпется, не насыпется. Да, должно насыпаться, даже более того. Вот, я что же о том? Ой, яблочки добавляются. Тадым. А теперь потом вот так быстро делаем. И вот сюда идем. Раз, два. Потому что пропустили. И сюда. А потом начинать читать сейчас будем. Мы же грамотные. Очень. Так, один я уже открыла раньше времени. Правильно? Правильно. Теперь смотрим на все остальное. Так, давай. Парня. Скрываем. Делаем 39, 39, 40. Не знаю, зачем я играю. Складно, делаем 83. Хорошо? Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ага, семь, восемь, восемь, девять, десять, ух ты, ух ты, ух ты, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так, должно быть четырнадцать, потому что пятнадцать, и я уже открыла. Вот так всегда на самом интересном месте. Четырнадцать должно быть. Еще одного не хватает. где-то в тумане найдется, обязательно найдется. И, кстати, я уже сразу могу чего-нибудь себе купить при желании. А, самое интересное, где он? Он, наверное, где-то вот тут, потому что тут туман. Ну, это, конечно, не точно. Так, вот эти, кстати, монеточки тоже забираю. Раньше оставляла, потом приходила за ними. Сегодня решила на первом острове сразу все забрать. ничего не оставлять. Нашла. Вот он. Самое интересное. Ладно. Скрывайся. Сим-сим, откройся. Только что-то знаете, что я скажу вам? Очень мало было вот раз монеточек, не понимаю, чего. Так, вот наши восемьсот пятьдесят, и мы сразу такие ты-ды-м, и одна пекарня есть. И все. На этом мы видео заканчиваем. Встретимся на втором лабиринте. Пока-пока.